МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот основной вопрос повестки дня сегодняшнего внеочередного заседания Чебоксарского городского собрания депутатов. Ольга Пырочкина подробнее. Сталица Чувашия остается без главы города, хоть и временно. Леонид Черкесов стал депутатом Государственной думы страны 7-го созыва. И сегодня сложил свои полномочия в качестве депутата и председателя Чебоксарского городского собрания. Действительно, наверное, самый тяжелый день для меня сегодня. Я... Волнительный день. Я сегодня говорю, что я не прощаюсь, я не ухожу. Мы вместе. Но я хочу поблагодарить всех вас, всех тех, кто 2005-го по 2010-й, с кем мы были депутатами, 10-го по 2015-й год, где вместе мы работали. Ну и последний год, новый созыв уже. Я думаю, что действительно эти годы были годы становления нашего города. Это была слаженная работа депутатского корпуса и администрации города. Депутатом городского собрания Леонид Черкесов стал в 2005-м году. С 2010-го года и по сегодняшний день являлся главой города. Препятствовать коллеге, который пошел на повышение, депутаты не стали. Решение о сложении полномочий поддержали единогласно. Временно исполнять обязанности градоначальника будет заместитель председателя ЧГСД Ирина Клементьева. С этим решением также согласились все. Следующего главу города выберут сами депутаты из своего числа. Однако прежде чем это произойдет, возможно изменится статус этой должности. Треть депутатов выступили с инициативой. Проектом решения предлагается полномочия главы города Чебоксары осуществлять на непостоянной основе. Необходимо провести публичный слушатель, который предлагается назначить на 8 ноября 2016 года. Непостоянная основа позволит будущему главе совмещать руководство городом и какую-либо другую работу. Мы предлагаем, чтобы новый глава работал на непостоянной основе, то есть без оплаты из бюджета города Чебоксары. Это решение поддерживают не все депутаты. И здесь может быть действительно есть о чем поспорить. Это решение не такое простое, но и принимается оно, скажем так, не в самое простое время для бюджета города Чебоксары. Эти деньги мы можем сэкономить для бюджета города Чебоксары и использовать их на, скажем, важные социальные нужды горожан. Лично мне, как горожанину, который живет в этом городе и который очень сильно его любит, как депутату, я считаю, что глава города должен все-таки работать на своем рабочем месте, углубляться в каждую из проблем. Потому что не погрузившись в каждую из проблем, то эти вопросы невозможно будет решить. Леонид Ильич, вот мы сегодня отметили, когда, можно сказать, давали ему напутственные слова, что он работал 24 часа в сутки. Он жил проблемами города, он знал каждые маленькие заковулки в нашем городе, знал их проблемы. Он работал ежедневно и в субботу, и в воскресенье можно было его увидеть на работе. Бывал и по 24 часа в сутки. Поэтому вот как может глава города совмещать с другой работой? Высказать свое мнение все желающие смогут на публичных слушаниях. Их назначили на 8 ноября. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня арбитражный суд Чувашской Республики отказал в введении процедуры банкротства на предприятии Чувашский бройлер фирме «Ваша Марка». Вот как прокомментировала ситуацию председатель Госкома имущества Чувашии Наталья Тимофеева. Сегодня состоялось заседание арбитражного суда Чувашской Республики, которое подтвердило позицию, которую высказывала уже неоднократно Чувашская Республика о том, что реально процедура банкротства на Чувашском бройлере сегодня нет необходимости вводить. И суд эту позицию подтвердил, отказав обществу «Ваша Марка», расположенном в городе Курск, в заявлении о введении процедуры банкротства на обществе Чувашский бройлер. Мы неоднократно выходили с заявлением, обращая внимание правоохранительных органов о попытке введения процедуры преднаверенного банкротства на обществе Чувашский бройлер. Соответственно, сегодня имеются и другие заявители в рамках этого дела, которые будут выходить с соответствующими заявлениями, и заявление будет установлено в порядке арбитражным судом рассматриваться. Народов много, страна одна. Сегодня во всех уголках России прошел большой этнографический диктант. В нашей республике проверить свои знания можно было на семи площадках. В Чубаксарах, Новочубаксарске, Алатрии и Канаше. На одной из них в ЧГПУ имени Яковлева побывала и наша съемочная группа. В каком языке больше всего падежей? Где находится старейшая в России мечеть? Что в переводе с удмуртского означает «хлебное ушко». За 45 минут нужно было одолеть 30 вопросов. Ответить на них правильно может далеко не каждый. Максимальная сумма баллов – 100. Это очень хорошая идея и хорошая реализация этой идеи, потому что, что касается этнографического диктанта, я так понимаю и так подозреваю, что данное действие помогает нам лучше узнавать самих себя и других, в том числе и народы. Лучше узнавать, лучше понимать. Проверить свои знания мог любой желающий. Единственный критерий – возраст старше 15 лет. В аудиториях ЧГПУ не было свободного места. Вспомнить географию, историю и культурологию решили более 400 человек. Историю нужно знать, этнографию свою. Кто мы, какие народы проживают у нас в России, сколько языков у нас в России. Я, например, знаю и чувашский, и русский. Ну, это, во-первых, гордость. Знаешь чувашский, знаешь свою чувашу. Те, кто не успел пройти тестирование в этот день, могут ответить на те же самые вопросы в режиме онлайн на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Итоги подведут 4 ноября, в День народного единства. Как отмечают организаторы, задача акции – проверить знания россиян о культуре, народов и национальных особенностях и выработать новые методики образовательного процесса. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Расиль Мухаметов, Республика. В Чебоксарах перед судом предстанут двое граждан. Они обвиняются в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ. Следственным управлением Следственного комитета России по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего официально неработающего жителя города Чебоксары и его 43-летней сожительницы, являющейся адвокатом одной из коллегий адвокатов. Они обвиняются в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере. По версии следствия, в период времени с 26 февраля по 10 марта текущего года в городе Чебоксары 45-летний горожанин по предварительному сговору со своей сожительницей инициативно обратился к сотруднику управления ФСБ Почувашской Республики, полагая, что тот за незаконное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей сможет оказать содействие в прекращении уголовного преследования о незаконном игорном бизнесе в отношении его знакомой, чьи интересы как адвокат представляла его сожительница. Дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности обвиняемых проводились под контролем сотрудников правоохранительных органов. Адвокат разместила 495 тысяч рублей в индивидуальной сейфовой ячейке одного из банковских учреждений. Ключ передала сотруднику органов безопасности. Действия обвиняемых были пресечены сотрудниками управления ФСБ России Почуваши и следователями Следственного комитета. Уголовное дело направлено в суд. 45-летний мужчина заключен под стражу. Его 43-летняя сожительница находится под домашним арестом. Им обоим грозят сроки от 7 до 12 лет. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. В МВД Почуваши продолжает поступать обращение граждан, попавшихся на уловки мошенников. Последователи Остапа Бендера придумывают все новые способы отъема денег у доверчивых граждан. На этот раз полицейские задержали нижегородского умельца с задатками неплохого актера, разыгравшего сценку перед пенсионерами из Чебоксар. В один из дней сентября с заявлением о мошенничестве обратились в полицию сразу двое пожилых жителей Чебоксар. Преступления были совершены по одной схеме в северо-западном районе города с разницей во времени меньше часа. Злоумышленники отслеживали пожилых людей, которые выходили из банковских учреждений. Один из них, проходя быстрым шагом мимо потерпевших, как бы случайно ронял сверток. В этот момент, когда подходил наш потерпевший к конверту, либо мимо проходил, второй преступник поднимал при нем этот конверт, раскрывал и показывал, что в данном конверте находятся денежные средства. В последующем он предлагал поделить находку между им и потерпевшим. В это время к ним возвращался мужчина, обронивший деньги, и требовал показать их, полагая, что прохожие часть суммы уже взяли себе. Растерявшиеся пенсионеры показывали свои деньги, которые в ходе просмотра злоумышленник незаметно менял на билеты банка приколов. В результате 73-летняя жительница Чебоксар лишилась 67 тысяч рублей, а 63-летний мужчина – 5 тысяч. В ходе проведения работы нам было установлено, что данное преступление совершили жители города Нижнего Новгорода. С целью задержания злоумышленников сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку в соседний регион, где задержали одного из подозреваемых. Местонахождение второго сейчас устанавливается. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время специалисты должны утвердить окончательную схему высокоскоростной магистрали Москва-Казань. На территории Чувашии продолжаются геодезические изыскания. После реализации проекта до столицы России Чебоксар возможно добраться за три часа. По ВСМ будут курсировать современные Сапсаны. В рамках пресс-тура правительство Москвы мой коллега Дмитрий Ковалев увидел, где будут обслуживать такие поезда. Подробности в следующем материале. Именно из этого депо выходят в рейсы большинство высокоскоростных поездов. Оно было открыто в прошлом году, сейчас на балансе московской дирекции РЖД находятся более ста составов. Каждый день они курсируют до Нижегородской области, Курска, Смоленска и Орла. Раз в месяц поезда проходят плановый ремонт. В сутки можно находиться на каналах 4 электропоезда, проходить техническое обслуживание. Срок службы каждого электропоезда составляет 40 лет. Гарантийный срок – 3 года. С начала сентября скоростные поезда начали огибать и центр Москвы. По недавно модернизированной дороге курсируют инновационные «Ласточки». Эти поезда оснащены мягкими креслами, бесплатным интернетом, информационными табло и розетками. Продумано все до мелочей вагоны адаптированной городской среде. Московское центральное кольцо было построено более ста лет назад. До революции по этой дороге привозили рабочих, а в советские годы – грузы. Долгое время по этим путям курсировали товарные составы. Те самые предприятия идут, которые сохраняются. И, кстати, ровно потому, что предприятия сохраняются, сейчас будут восстанавливать и грузовое движение по этому кольцу после реконструкции. Не может без него Москва жить. Центральное кольцо Москвы реконструировали в сжатые сроки за 4 года. В перспективе оно должно разгрузить транспортный поток. На пути более 30 станций и 17 пересадок на метро. Садка. Город начинает жить, повышается мобильность населения, все начинает развиваться. Поэтому, опять же, в очень многих городах, и в Москве такое бывало, и в других, и сейчас так пытаются во много где делать, строят именно транспортные артерии. Причем именно такие долговременные, это электротранспорт, это рельсовый транспорт. Почему? Потому что это как скелет, который потом обрастает мясом. От центрального кольца в правительстве Москвы ожидают большого эффекта. За 4 года ласточки должны перевезти более 100 миллионов человек. Дмитрий Ковалев, Республика, из Москвы. В Чувашии набирает популярность уличное кино. Сеансы под открытым небом проходят с середины сентября. Для этого в Государственном архиве электронной и кинодокументации приобрели новый экран. Подробности в следующем материале. Такой экран возможно установить хоть в чистом поле. Главное – подключить его к электросети. Он надувается за считанные минуты и выдерживает любые климатические условия, говорят специалисты. Проекционный экран приобрели на грантовые средства. Экран мобильный и любые климатические условия, дождь и снег, и ветер, он может служить для показа. Установить можно в любых условиях. Там, где есть открытые площадки. Качество изображения и звука уже оценили жители районов. Кинотеатр под открытым небом успел поработать в Урмарах, Шумерле и Козловке. С 13 по 29 сентября у нас проходил фестиваль уличного кино «Кино под открытым небом». И фестиваль прошел на шести площадках городов и районов республики. На площади перед Дворцом культуры «Салют» стартовал новый фестиваль. Всю неделю чебоксарцам будут бесплатно демонстрировать мультфильмы. Первый киносеанс прошел с аншлагом. Проходили мимо сегодня с ребенком по своим делам. Ребенок остановил нас. Хочет очень смотреть мультфильм. Нам очень интересно. Экран на самом деле как в кинотеатре. Мультфильм на большом экране это очень привлекательно. Очень здорово в садике смотреть в середине камень и смотреть мультфильм. Мне очень понравилось. В Государственном архиве электронной и кинодокументации отмечают, что фестиваль уличного кино продолжится и в следующем году. Дмитрий Ковалев, Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика. Ван Гог, симфония цвета. В Чувашском государственном художественном музее открылась новая выставка. С репродукциями нидерландского художника постимпрессиониста познакомилась Юлия Важенина. У чебоксарцев есть возможность изучить 70 репродукций различных периодов жизни пожалуй одного из самых известных художников в мире. Начиная с 2015 года по всему миру проходят мероприятия посвященные 125-летию со дня смерти Ван Гога. И соответственно наша выставка также проходит посвященная этой дате. Выставка является достаточно уникальной то, что нам удалось собрать репродукции картин, которые находятся в различных музеях мира. Небесно-голубое золотисто-желтое излюбленное цветовое сочетание а также динамично струящийся мазок почерк Ван Гога узнают во всем мире. Чем знамениты эти картины? Например, картина подсолнухи по легенде была создана достаточно случайно. Ван Гог ждал натурщиц, а они не пришли. Погода была прохладная соответственно он не мог выйти для того чтобы написать пейзаж. И единственное что он увидел у себя в комнате это глиняная ваза с подсолнухами. И он написал за 4 дня 4 натюрморта которые стали одним из самых знаменитых. Из 37 своих лет Ван Гог писал лишь 7 но за эти годы им было создано более 2000 работ. «Красные виноградники» в Орле единственная картина которую удалось продать художнику при жизни. Однако сейчас работы Ван Гога первые в списке самых дорогих картин. «Подсолнухи», «Пшеничное поле» с кипарисами и «Звездная ночь». Попытаться самому изобразить любое из этих трех произведений искусства каждый желающий может на мастер-классе «Рисуем картину Ван Гога». Так что если вы хотите попробовать себя в роли художника или просто прикоснуться к прекрасному то у вас есть такая возможность. Выставка продлится до 23 октября. Юлия Важенина Олег Якимов Республика. 17 октября исполнится ровно год как Никита Васильев больше известный как Чувашский путешественник выехал из дома. За это время на своем велосипеде он проехал несколько стран СНГ и теперь добрался до Китая. Сейчас за ним следят уже не только российские но и некоторые иностранные СМИ. Мы тоже регулярно держим с ним связь. С некоторых пор Никита снимает свои приключения на видео. И вот последние новости от него. Добрый день. Сейчас я нахожусь в китайской провинции Цзелинь. В первой китайской провинции для меня. Проехал от российской границы буквально 500 километров. Подъезжаю к городу Чангчун. Сейчас я ухожу на зимовку в Юго-Восточную Азию буду продвигаться на юг через Пекин Шанхай во Вьетнам Лаос Таиланд и дальше вниз. И постараюсь доехать до экватора. Вот. И поверну уже скорее всего назад уже домой. Вот. И дома я буду к зиме следующего года. Дай Бог. Все будет хорошо. Вот. Это такие планы примерные. А по дому по дому я не скучаю. Потому что мой дом он всегда со мной. Чувашия всегда со мной. Рядом в моем сердце. В моей голове. Да и уже опыт дальних дорог все-таки привык я. Смирился с этим. что я все время далеко от дома. Но ничего. У меня еще будет много времени в Чувашии. Трудиться во благо Чувашии. Поэтому я понимаю, что нужно наслаждаться моментом такой свободы можно сказать дорожной. Как спать спокойно и не бояться за свое имущество? В честь своего 25-летия один из крупнейших страховщиков России Ресо Гарантия собрал специалистов страхового дела и журналистов. Подробности сразу после нашего выпуска. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте НТРК21.ру Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Это я удачно зашел. Доктор Шпак не только не хранил деньги в сберегательной кассе, но и не застраховал квартиру от грабежа. Не бояться вот таких Жоржи и Милославских а заодно пожаров, наводнений и других неприятностей и россиянам уже 25 лет помогает Ресо Гарантия. Компания оказывает более 100 видов страховых услуг и в отличие от конкурентов по бизнесу не принадлежит какой-либо более крупной структуре, то есть является независимой. В силу нашей независимости мы просто обязаны обеспечить качественные страховые услуги для людей, для населения, чтобы они пришли. Дело в том, что человеку с улицы никто не прикажет. Ты вот страхуйся в этой компании, а не вот в той. Он пойдет туда, где его хорошо обслужат, где он получит то, что он ожидает получить. И в этом наше преимущество. Основное направление компании автострахование. Страхование индивидуальных автомобилей производится на случай гибели или аварии в результате столкновения или стихийных бедствий. На случай угона? На случай угона нет. А для клиентов Ресо Гарантия да. ОСАГО, КАСКО, ТЕХ и даже медпомощь на дорогах. Эксперты говорят, несмотря на непростые времена, люди стали активнее вкладываться в добровольное страхование. Наша заслуга, в том числе, вот заслуга людей здесь сидящих, смогли мы донести до народа, что правильнее надо вообще-то страховаться вот в года тощих коров. Ну, потому что даже если у тебя не очень там много денег на страхование, но можно изыскать разные там экономичные варианты, просто когда не все хорошо у тебя с финансами, и если вдруг произойдет что-то с твоей квартирой, с твоим домом, с твоим автомобилем, у тебя просто не будет денег на восстановление этого. На рынке Чуваши Ресо-гарантия уже 15 лет, в клиентах полторы тысячи компаний и 12 тысяч жителей. Редактор субтитров А.Семкин